Полезное благородное дело Молодежный форум в Гомеле действительно объединил в себе многое. Для каждого его участника это долгожданное событие – заряд вдохновения, встреча с единомышленниками и способ заявить о своей гражданской позиции. Молодежный форум сегодня – это то место для общения, где можно обсудить актуальные вопросы, которые волнуют современную молодежь. Голос молодых сейчас особенно важен. Молодежный форум – это такая большая площадка, где можно проявить себя, проявить свою значимость, свою инициативу. Дать какой-то толщок не только одному какому-то человеку, а сразу же большому проекту. И это очень важно. Свои мысли по поводу дальнейшего развития страны, молодые и активные, высказывали на одной из главных площадок форума. Во время открытого диалога «Беларусь – это мы». Эксперты, депутаты, представители областной власти, лидеры БРСМ поддержали большинство идей. А это предпосылки того, что предложения примут практический характер и будут воплощены не только на уровне области, но и всей республики. Например, молодежный парламент Мозыря всерьез озадачился темой сохранения семейных ценностей. Предложение – проводить больше мероприятий, где семьи, и это не только родители с детьми, а и дедушки с бабушками, будут выступать единой командой. И речь не только о спорте. Можно проводить музыкальные батлы. Внуки будут исполнять шлягеры бабушкиной молодости, а взрослое поколение – современные хиты. Есть и другие задумки. «На примере нашего города мы хотим организовать сначала снежный семейный фестиваль. То есть снежки – это веселье, азарт, где родители будут встречаться со своими детьми в одной команде. Их будет объединять командная работа. Это не только просто поиграть в снег, покататься на лыжах и на коньках, но это еще сплочение, командная работа». Молодежный парламент Гомельского района высказал актуальную для студентов идею – резервировать на предприятиях рабочие места для молодых специалистов. Тут же и вопросы обеспечения жильем, достойной зарплатой выпускников. И интересное предложение. На практику будущих специалистов стоит чаще отправлять в районы. Тогда распределение ни по месту учебы не напугает. Уже будет понятно, что в районах часто и зарплата выше, и жилье предоставляется. «Мы затрагивали вопрос распределения, что, допустим, молодые специалисты проходят практику в городе, а в дальнейшем потом распределяются на район. И не хотят идти на район, потому что практику проходили в городе. Почему бы не делать практику на районе? Вообще для молодых специалистов это важно – пробовать везде себя во всех начинаниях. То есть практика на районе, практика в городе, на районе зарплаты повыше. Многие специалисты, перейдя на район, уже не хотят возвращаться в город, потому что говорят, вау, нам здесь и квартиру предоставили, и зарплата выше, и какое-то пособие». Чтобы достойно развивать страну, нужно прислушиваться к мнению каждого ее гражданина. А слышать голоса молодых – значит понимать, о чем мечтает новое поколение, и строить будущее в соответствии с этим. «Вы знаете, что я работал раньше в регионе, и я периодически проводил такие встречи с молодежью. Мы собирали аналогичные площадки у себя, и много таких вещей, начиная от благоустройства, кончая развитием каких-то предприятий, каких-то предложений по жизни региону, молодежь предлагала. Это нормальный диалог, и есть алгоритм, как можно пообщаться с органами власти». Собрать самые достойные инициативы – основная цель форума. Проведение открытых диалогов, запрос общества и современного темпа жизни. Свои вопросы, кстати, можно задать и на электронной платформе «Движение вперед». Главное, говорят лидеры БРСМ, чтобы молодежь была готова к реальным делам. Этого ждет от общественных объединений и глава государства Александр Лукашенко. «Самое главное, как вчера сказал президент, очень важные слова, чтобы молодежи были конкретные дела, чтобы общественных организаций были конкретные дела. И от этого очень важно сегодня, чтобы по итогам этих форумов все эти инициативы воплотились в жизнь. Мы вместе с молодежью, с самой разной молодежью, не важно сегодня, она состоит в БРСМ или не состоит в БРСМ. Мы все единый народ, мы все единая страна, и мы все вместе обсудим все эти инициативы и, безусловно, будем притворять их жизнь и передавать дальше». Экспертам задавали самые разные вопросы. Например, какими чертами характера должен обладать депутат? Как создать интересный и рейтинговый информационный портал? Какие молодежные мероприятия, нацеленные на интеграцию Белоруссии и России, проводятся в стране? Интересовались возможностью напрямую контактировать с властями в социальных сетях? Это требование времени и привычка молодежи быстро получать информацию при помощи гаджетов. «Приятно, что общественные объединения, которые явились инициаторами этого форума, взяли на себя инициативу, в том числе и собрать те предложения у молодежи, которые они хотели бы видеть в будущем нашей страны». Дворец Легкой Атлетики – не только главное место праздника, но и эпицентр свежих идей. Здесь представлены актуальные инициативы молодежи Гомельской области. В их числе интерактивная площадка, посвященная студотрядовскому движению. Для юношей и девушек белорусские студенческие отряды – реальный способ принести пользу своей стране. Активисты БРСМ стремятся познакомить с движением как можно больше молодых людей, в том числе с помощью игр. «У нас представлена здесь игра «ДНК строки». Это игра, на которой изображены все элементы, либо относящиеся к атомной электростанции, либо к строке». Еще один важный пункт – волонтерство. Среди молодежи Гомельщины действительно много тех, кто считает своим долгом помогать тем, кто в этом нуждается. «Мы занимаемся благотворительностью. У нас вообще волонтерский отряд «Доброе сердце». Мы занимаемся не только пожертвованием благотворительным собиранием денег, но и всякими концертами, спортивными, массовыми мероприятиями». Концертная программа полностью соответствовала размаху форума. Руководство области не оставило его без внимания. В своем видеообращении Геннадий Соловей отметил – поддержка молодого поколения – одна из первоочередных задач. «У нас в Генах заложено заботиться о своих детях, сколько бы лет им ни было, чтобы вы были здоровы. Мы практически ежеквартально открываем спортивные объекты, строим и ремонтируем медицинские учреждения, ежегодно закладываем новые дома, многоквартирные и индивидуальные, открываем садики и школы». Со сцены в этот вечер говорили о важности сохранения мира и согласия на нашей земле, необходимости ценить то, что имеешь. Вспомнили о подвиге солдат Великой Отечественной войны, высказали самые искренние слова любви к своей родине. Финал большого торжества не менее грандиозен. Шествие солдат с государственным флагом и выезд байкеров на манеж – кульминация всего вечера. Молодежь Гомельщины креативная и целеустремленная. Она хочет для родной земли мира и процветания, стремится принести ей пользу. Фраза «Беларусь это мы» для нее больше, чем просто лозунг. Форум в Гомеле – тому подтверждение. Николай Скинтиян, Марина Северьянова, Евгений Макеенко, Валерий Гопанько. Новости недели.